доброго и всем чуткого мэр господа с вами снова римас мы продолжаем прохождение сети skyline ну что ж господа построили мы с вами прошлой серии солнечную электростанцию многие говорили чтобы я отключил смене дня и ночи чтобы это солнечная электростанция работала круглосуточно зачем а я кассе подождите стоп я кажется уже отключал это дело а если я отключал то надо включить до автоматически то включить включить сменят дня и ночи вот что было намного по хардкор и ну что ж господа наконец-то все-таки мы с вами в этой серии начнем строить огромный перегород здесь вот будет находиться прям вот в этой набережки а у нас большой город сколько у нас там денег 244 тысяч до принципе нормально хорошо правда вот опять потребность промышленных зон прям нуждается нуждается господа мы можем либо промышленную зону построить либо построить деловые зоны до именно вот здесь вот так нам надо сделать грамотную развязку либо огромный мост проходящий всквозь это блин я не знаю даже как а как сделать интересно туда кстати поставим вокзал еще железнодорожный вокзал и сейчас мы с вами быстренько план начертим господа можем принципе сделать найти такой вот блин если этот город соединить с этой промышленной зону то у нас получится огромные пробки нам надо его как-то разделить что ли либо нам купить вот эту землю надо об об 1 1 и на матрас выкупили мы два участка земли и можно отсюда сделать такую небольшую дорогу идущая прям в эту гору поднимаясь как-то вот смотрите ну вы понимаете да проблема в том что возможно у нас здесь будет пробки большие ладно давайте сейчас построим мост большой посмотрим либо просто дорогу проходящая вот выходящий отсюда либо развязку чари бассенок чари бассенок все сделать господа не переживайте сейчас все будет чики-поки так это у нас такая развязка здесь у нас очень много развязок здесь у нас вот такая вот развязка есть это у меня моды такие стоят а вот кстати стандартная развязка правда здесь могут быть кое-какие проблемы вот это стандартная развязка конечно это хорошо но надо здесь нихера не встанет слушайте давайте пока ночь отключим отключим ну его нафиг а вот так вот так все хорошо все заработало так ладненько мы можем в принципе выровнять вот это дело и сюда построят развязку вместо этого кольцевого так выравниваем надеюсь у нас получится сейчас очень много денег уйдет кстати но ничего страшного чари бассенок сделает за шарит картошку же картошку зажарит так отсюда во мало почвы надо выкинуть сюда почву вот так вот надо избавиться от почвы тек так ну что ж прекрасно блин он мы короче где-то сто тысяч евро чем-то потратили это плохо это очень плохо да уж развязка это конечно будет жесткой я не знаю может быть тогда ручную сам собственную развязку сделать что ли вот так вот как-то вот дорога должна туда пройти так ладно что у нас тут получается здесь у нас трамвайные пути там у нас вокзал не вокзала этот грузовой депо работает хорошо тогда сделаем следующее мы сделаем с вами двухсторонную дорогу одна сюда туда-сюда обратно здесь у нас тоже работает развязочка хорошая а если так вот сделать господа вот например вот так вот оп смотрите какая красота так и такой небольшой мост не получится походу ну-ка не получится смотрите получится получилось ну вот примерно вот так вот ну примерно хотя у нас здесь получается односторонняя дорога да давайте двухсторонную сделаем и не париться да сделаем простую дорогу короче говоря вот так вот это будет выглядит подрите ребят если вот так вот мы сделаем с вами так здесь вот правда что то что то у нас не срабатывает это дело так во раз раз и на матрас так светофоры нету светофоров это хорошо короче говоря здесь построим еще одну кольцевую маленькую маленькую вот так вот и рима что ты делаешь нормально рима зашарит картошку жарить оптать и партис ребята все нормально так мы даже здесь можем построить что такое интересное смотрите вот такая развязка пошла это развязка сейчас пойдет вот так вот через эту гору и прям вот сюда можем даже большой мост сюда построить построить прям сверху господа либо тоннель да давайте лучше тоннель поставим тех все это дело удаляем мне кажется лучше тоннель сделать и не париться так ну просто лучший мэр да ребята невероятный мэр ваш римас просто шарит картошку жарит ептать смотрите какая красота у нас теперь здесь получилось кстати вот это вот мы можем тоже расширить и сделать как я говорил вам одно сторону дорогу с деревьями получите и вот так вот хопа оп просто красота потом здесь каким-то магазинчики магазинчики почему-то машины все едут в эту сторону а они пользуются этой дорогой чтобы разворачиваться да и поворачивать в другую сторону понятно теперь все ясно ну хорошо ладно в принципе это не важно важно в том что у нас теперь огромный тоннель прям подземный тоннель ребята заработал я не стал делать мост над этим всем делом потому что у нас здесь некоторые здания могли бы разрушиться все поехали теперь пошла самая трудная задача мы с вами теперь должны сделать такую знаете вот так вот наверное да те не знаю что я делаю но я думаю будет живописно показывать кривая дорога такая пойдет для сельской местности нормально так вот так вот такая тупиковая дорогу назад у нас получилось вокзал будет проходить вот здесь вот прямая дорога будет проходить вот сюда вот надеюсь здесь у нас на перекрестке не будет много пробок я тогда сделаю следующее вот так вот наверное сделаем с вами не надо надо мост выше сделать тихо и то нет чуть не получается они получилось 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 так так а здесь наверно с вами построим вокзал слушайте вот так вот да через набережу можешь кинуть нет это этим делом заниматься не будем вот сделал нормально пойдет хорошо так ладненько здесь у нас будет больничка так ну уже тогда это у нас получается центральная улица здесь получается вот такой круг сделан тогда маленькие дороги прям узкие нет нет не 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 слишком близко и вот так вот вот так вот необычный проект сегодня у римаса привыкайте здесь соединять это дело не будем наверно чтобы пробок не было тем меньше переулков тем меньше пробок господа так необычный формат сейчас сейчас походу что что то еще нарисуется вот просто красота вы посмотрите вот так вот а чё нормально получилось да потому что пробок не было ну давайте вот это вот дело сюда соединим еще вот так вот пиписька какая-то получилось короче ну пойдет ладно для сельское место сойдет змейка ептать у нас кстати есть район в моем городе называется змейка там тоже вот так дома расположены улицы прям кривые такие хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе необычно но красиво самое интересное друзья мои люди набирают либо проекты набирают свою популярность благодаря своей необычности своей уникальности вот у нас такой уникальный район будет да давай сразу район наверно сделаем сделаем вот такой вот райончик я правда не знаю может быть тоже и наверное еще один туристический центр сделаем да кстати нам надо все таки деловые центры сначала сделать а потом уже остальное делает центры будет находиться вот здесь вот я надеюсь жители уже пойдут к нам сюда да нам надо кстати еще электроэнергию подсоединить подключить вот так вот ну и водопровод тоже тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо только не зависай только брат не зависай ну чё давайте соединяйтесь пока приходите ну давайте вот так вот соединим тоже так чё у нас кстати с отоплением с отоплением нормально всё горячая вода поступает это хорошо во ребят смотрите какая красивая набережная да смотрите тут у нас уже деловые центры начинают появляться это хорошо финансовые новости кидал интернешнл аккаунтинг какой-то короче говоря что-то с бухгалтерией связано да так что у нас электричеством всё чики-поки с водой всё просто превосходно теперь деловые зоны наверное продолжим наверное здесь строится такой уголок деловых зон у нас будет находиться электроэнергия поступает это прекрасно солнце электростанция просто невероятная ребята просто посмотрите какая красота круглосуточно работает у нас 80 процентов так уходная мощность видите 78 процентов мне кажется всё-таки не имеет значения ночь смена дня и ночи не влияет на это дело хотя посмотрим ладно сейчас посмотрим что из этого получится так и того до промышленной зоны теперь всё отлично смотрите как они прям как грибы растут после дождя ну просто прекрасно так и нам надо ещё поставить что-то такое интересное либо большие какие-то там здания сооружения роскошный отель господа господа мы с вами поставим роскошный отель это же у нас будет туристическая зона правильно правда вот где бы его поставить нам придётся тогда снести вот это вот дело смотрите ремонтная машина уже походу следить за видите ребята видите вот видите что приводит когда ты голосуешь за своего мэра Римаса что происходит слишком кривая дорога у нас получается да ладно давайте тогда сделаем следующее я щас перестрою это дело сейчас мы с вами удалим вот это вот ненужное вот здесь вот походу он у нас встанет роскошный отель должен охватывать правда этот отель роскошный ты ж твою душу мотал вы посмотрите какая красота ребята просто жесть так ладно вот так вот вот а мы здесь деревья наверно посадим вот здесь вот возле этого отеля будет огромное количество деревьев а где эти наши деревья то вот они о чём тесто такое интересное необычное угу ёлок нет ладно давайте деревья вот так вот очень много деревьев если что потом ещё парк поставим нет давайте лучше сначала жилые комплексы сделаем так возле этого отеля что будет находиться правильно коммерческие зоны и здесь мы поставим ещё туристическую зону политику давайте ребята поднимайтесь 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 здесь у нас будут туристы надо кстати запрет на курение табака сделать потому что жители по своё время часто умирают ой как часто а это не ест хорошо короче вокруг этого роскошного отеля будет у нас туристические зоны такие знаете бассейны шмассейны и ещё что то так прекрасно а чё так смотрите декорация получилась нормальна да Римас прям планировщик инженер ваш мэр Римас вы бы проголосовали за меня? напишите в комментариях господа скажите Римас достал уже спрашивает этот вопрос нет если не проголосуете то невероятным образом появится какой-то цунами а это не ест хорошо ну это так мало ли что не сейчас в случае никто не застрахован правильно не дай бог конечно это игра ребят я прикалываюсь диктатор Римас ептать так что-то мне кажется слишком много я поставил да для жилых зон не хватает вот так вот наверное сделаем а давайте вот это вот поменяем вот так вот вот так вот короче полгорода отели всякие будет полгода города будет короче жителей жить я пока игру остановил еще хочу политику сделать так эта политика будет у нас что у нас эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Так, налогообложение, повышение налогов для коммерческих зон, делаем. Высокой плотности, конечно же. Так, снижение налогов для жилых районов, это не будем делать. Поддержка малого бизнеса, поддержка крупного бизнеса, делаем. Высокотехнологичные дома, делаем. Запрет высоких зданий, запрет грузового транспорта, делаем. Это же у нас места отдыха, правильно? Поощрение велосипедистов, делаем. Так. Старый город. А что он делает-то? В такой области автортранспортом могут пользоваться только местные жители и те, кто здесь работает. Ну, я не знаю. Ну, посмотрим, если у нас будут пробки, поставим Старый город. Почему бы и нет? Запрет курения. Небольшой снижение уровня счастья, небольшое улучшение здоровья граждан. Ну, запрет курения здесь, наверное, делать не будем пока что. Ну, сейчас посмотрим. Так, экономия энергии пока не будем делать. И, конечно же, мы еще должны поставить... Так, специализация в сфере развлечения, специализация в сфере туризма. О! Туристический город. Все. Запускаем шарманку. Сейчас посмотрим, как наши жители к нам подтянутся. Подтянутся ли они вообще? Нам надо тоже развлекательные всякие комплексы делать. Вот, например, скейтбольную площадку. Отсюда ставим одну площадочку. Также берем... Пляжная площадка. Отсюда. У нас тут проблемы с общественным порядком. В этом ставим маленький полицейский участок. Вот так вот. Айте, просто прекрасно. Правда, этот полицейский участок до туда не доходит. Это плохо. Это очень нам оно плохо. Нам надо его как-то... Либо вот так вот сделать. Слушайте, давайте большой сделаем и не париться. Снести. У нас бабла хватает. В принципе, нормально. Делаем большой полицейский участок. Во! Просто красота. Так, главное полицейское управление. Ну все. Патрульных машин 4 из 25. 5 уже пользуются. Так, ну и у нас пожарная безопасность. Тоже здесь проблематичная. Давайте тоже, наверное, большую пожарочку сюда поставим. Вот здесь вот у нас тоже. Во! Красота. Так. Пожарная станция. Видите, как наши здания теперь стали улучшаться? Вот это, посмотрите, ребята, большой отель. Ваш выбор называется, да? Это у нас громадный отель просто. Ну что ж, у нас осталось теперь сделать транспорт. Сделать так, чтобы жители могли добираться до нашего уголка. До змейки. Смотрите, у нас опять здесь появилась протокольная рожа. Высоковремя преступности. Итого. Конюшина стоит. Блин, она слишком здорова. Ее хрен построишь. Скейт-парк. Во! Просто красота. Так. Теперь. Так. Баскетбольная площадка у нас, в принципе, есть. Это есть. Это есть. Хорошо. Японский сад тоже поставим сюда. Парк для вугола собак. Вот так вот. Все, ребятки. Почти. Почти, как говорится, мы уже сделали свой план. Осталось вот эти вот здания, чтобы они построились у нас. Проверяем сразу электроэнергию. Проверяем воду. Отапливается все у нас. Мусор сжигается. В принципе, так себе нормально. Правда, вот здесь вот по всей дневности нам надо еще сделать. Мусорку одну. Блин, плохо будет, да? Что у нас там используется? Девять из этого, да? Ладно, давайте тогда сделаем следующее. Вот такое вот сделаем, чтобы машины сюда добирались тоже. Если их очень много будет, то нам придется расширить эту дорогу, господа. Да. Придется потом расширить ее. Во-во-во-во-во. Пошла, пошла мазутся. Смотрите, ребята. Заезжают, заезжают, заезжают сюда. Так. Фреш-бар, фреш-бар, бар. Бары всякие у нас появляются. Это у нас что? Прикольно просто. Видите, прямо на набережке все это дело, как красиво все выглядит, а? Просто город мечта. Ну что ж. Железнодорожную станцию, наверное, все-таки нам придется поставить. Поставив ее, у нас появится еще больше и больше граждан. Только вот где ее поставить, интересно, а? Нам придется опять мост, наверное, построить. А если вот этот мост будет идти отсюда? Отсюда. Во! Просто красота. Так, делаем ровно. Сейчас мы с вами, походу. Блин, здесь вот у нас это, блин, беда, блин. Как теперь ее сделать-то, а? Куда поставить железнодорожную станцию? Ну-ка давайте примерим ее. Как она вообще у нас, сколько нас... Да, в принципе, сюда ее можно и поставить. Че я парюсь-то, ёптать? Сейчас вот так вот сделаем. Мэр Римос. Лучший мэр во всем свете, во всем мире. Не хотелось, конечно, чтобы наша железнодорожная станция здесь находилась. Возле свалки. Ну, такое ощущение, да, вот... Люди приезжают сюда и смотрят свалка. Нам эту свалку бы выключить, что ли, блин, опустошить ее нафиг и убрать ее полностью отсюда. Было бы, конечно, хорошо. Ну да ладно, потом с вами этим делом разберемся. Короче, проблема за проблемой. Так. Это дело мы с вами подключили. И это дело тоже подключили. Теперь осталась электроэнерика подключила. Ага, она у нас уже подключилась. Мы видим, ребята, все нормально. Так, и вот так вот на всяких случаях тоже подключим. А, водоснабжение. Водоснабжение, Карл. Водоснабжение. Все, вроде бы, нормально. Ну и давайте пустим еще один автобус сюда. Мы можем даже потом, если что, если что-то пойдет не так, мы можем эти дороги перестроить в автобусной дороге, господа. Так, автобус едет с Суды. Суды. Суды обратно. Вот, видите, мы уже дороги построили, автобусные маршруты. И все теперь стало улучшаться в разы. В разы, вернее. Слушайте, может быть, этот автобус пустим вот сюда? Например. Да, вот сюда давайте пустим его. И завершит маршрут. Ай, ты просто все довольные, все хорошие. Так, что у нас тут? Да, ребят, как я, в принципе, предугадывал, у нас здесь огромный трафик. Нам придется все-таки расширить эту дорогу. Вот так вот сделаем. Все нормально, мы ее расширили. Это просто прекрасно. Ну, давайте депо сюда поставим. Вот так вот. И эту дорогу тоже можем расширить. Ух ты, ептать. Здесь у нас могут быть кое-какие проблемы. Вот так вот, все. Нет, все-таки солнышую электростанцию давайте подальше ее уберем вот сюда. Был бы тогда в реальной жизни. Раз, убрал, и на матрас. Прекрасно же. Так, теперь, итоговое, что у нас не хватает клиентов, да? Недостаточно клиентов. Ну, мы построили, в принципе, все необходимое. Кстати, когда у нас будет возможность строить аэропорт? Ага, нам нужно 40 тысяч жителей. Почти в два раза еще, да? Хорошо, ну да, у нас 24 тысячи, 25 тысяч уже жителей. Вот такой вот город, ребят, смотрите, как у нас поднялся, да? Туристический центр. Просто красота. Здесь тоже у нас не хватает клиентов. Можно, в принципе, здесь развлечения, что-то такое. Я не знаю даже, что будет лучше. Так. Ну, давайте вот сюда вот поставим еще японский сад один. Ой, как прекрасно. Видите, как эти здания быстренько улучшаются. Это все благодаря наших... Благодаря вашего ремера. Все, все, ребята, все. Так, ну что ж, мне надо еще найти землю. Хорошую, самую офигенную землю, ребята. И чтобы я там смог построить свой особняк. О, вернее, новый городок, вернее, для своих граждан. Вот, я вот думаю, где бы построиться, а? Интересно. Ну, в принципе, нормально так получилось, да? Красиво. Если вот так вот с птичьего полета посмотреть, вот так вот лететь, чувак такой... О, какой красивый город. Какой красивый город. Просто красота, вы посмотрите, а? Невероятно. Правда, на фоне промышленной зоны этот город не такой же прям красивый. Нам надо сделать, знаете, что-то такое, типа скриншот. О, поезд уже сюда едет. Это прекрасно. Смотрите, ребята, сейчас Граждане, хоп Видите, сколько граждан к нам приезжают У них появляются машины Они что, в аренду машины берут, да? Обалдеть просто Так, а остановками? О, остановками, смотри, какая толпа пользуется-то, а? Просто красота Все смотрят на часы Думают, когда же этот гребаный автобус Сюда приедет Ну что, давайте дождем с автобуса У-у-у, ребятишки, детишки Всякие, с собачками всякими Первое сентября скоро Все такие довольные и хорошие Римас, хватит напоминать про первое сентября Достал уже Лови тебе дизлос Ну что, где там? Ну давайте такси-депо, что ли, построим Может быть, они хотят, чтобы я построил такси-депо еще сюда Действительно, почему бы и нет И-у-у, не понравилось им Такси-депо сильно шумит Сильно шумит Так, поехало первое такси Поехал второе такси Ох ты, ёпты Вот это красота Короче, многие не дождались автобуса И поперли пешком Думают, твой ты едрит, твою, налево Смотрите, смотрите, ребята С чемоданчиками всякими Все едут отдыхать Да ладно, это что, у нас туристы, что ли? Взросы с низким благосостоянием Турист Почему с низким благосостоянием? Нам надо... А, о, с высоким благосостоянием Ух ты, тёлочка, смотрите, ребята Туристы приехали, господа В Турцию, ёпты Тагил Дышу мотал Ладно, нам, походу, ещё нам надо будет построить метро сюда Ну а чё, классно, смотрите Туристический центр Если приезжают туристы, то это значит просто невероятно хорошо По всей видимости, вот этот вот центр Нам надо поменять в другую специализацию В развлечении И потом соединить вот это дело с этим делом Чтобы туристы могли сюда заезжать Да, вот у нас Проблема в том, что Вот это вот наш центр города Кто не знал Это башня Трамп называется Трамп Тауэр Нам придётся избавиться от этой промышленной зоны Надо её куда-нибудь, знаете, подальше передвинуть Подальше, подальше Вглубь, прям сюда вот можно её передвинуть Но это потом В будущем сделаем Так, здесь у нас пожар Пробки Пожар потушили Прекрасно Ну дороги, конечно, в некоторых местах Такие вот, да Не хватает клиентов В местах есть безобразование Есть работника с образованием Ну, мало Здесь тоже не хватает клиентов Недостаточно Я надеюсь, поезд привезёт побольше клиентов, да Ну и нам надо побольше деревьев Посадить Чтоб было всё чики-поки Ну что ж, дорогие друзья Это была очередная серия Сети Skylines С вами был Римас Подписывайтесь, если вы впервые Ставьте лайки Желаю вам удачи Ну и хорошего отдыха Если вы, конечно, где-то ещё отдыхаете И смотрите моё видео До скорых встреч О, смотрите, самолёт летит И вот, наконец-то, аэропорт построится Я сразу построю А, вернее, мы сможем этот Как вот у нас 40 тысяч наберётся Мы аэропорт сразу построим Сходу Всем удачи